Я человек, как и сегодня, и ничем не отличаюсь от вас. Разве только действительно Господь когда-то, когда крестил Духом Святым, и сразу же дал дар Слова. Вообще-то не совсем, надо месяц 43. И помню, было такое свидетельство, когда мы были на молитве на молодежной. И еще за одну часу шло слово, сын мой, открой свое сердце, я тебе даю помазание. Я согласился с этим, я понял, что мне аупинские братья молились, им было людей. Вот брат такой молодой, в то время был черный, я не был высоко в себе, не был такой щедой, огненный шар сошел для него. И сразу же началось это служение. Но Господь тогда сказал, ты будешь говорить к моему народу. Я не евангелист. Евангелист, у меня моя очередь, я пасыльское служение несу к своему народу. И так оно и есть на сегодняшний день. Поэтому я благодарю вас за молитвы эти все. Ну и конечно, я сегодня, когда слушал слова, которые говорили братья, о чем пели, что-то прерассказывали, особенно когда брат Иван стал говорить, я понял, что я то же самое готовился, говорите. По его. Поворю на ту же самую тему, мочили когда-то. Та же самая тема. Ну знаете, бывает так иногда. Как-то лет, наверное, 30 назад уже это было, я поехал в одну церковь, идет тема определенная. Приезжаю домой в свою церковь, тоже та же самая тема. Куршар, радиоприемник. Я ищу, говорю, тоже на ту самую тему. Вот мой интерес. Как это так может быть? Бывают такие времена, когда Бог одно и то же ложит, в то же самое время. В общем, так он. И сегодня та же самая тема идет. Поэтому я так услышал внимательно, и, ну, трудно что-то добавить из того, что было уже сказано. Но я немножко добавил некоторые аспекты с этого вопроса. Вопросы смешения. Я читаю сначала один из всех писаний. Лука, 10-й, 19-й стих. Все даю вам власть наступать на земель и скорпионов, и на всю силу и вражью, и ничто не повредит вам. Слава Богу и благословение. Даю-то даю. А вот взял меня ее, вот такой вопрос. Даю-то даю. Вы понимаете, о чем я говорю? Не просто избранным каким-то. Всем дал Господь, даю от власть наступать на всякую вражью силу. Да еще что надо взять? А когда взял, то что надо? Использовать. Использовать. И еще что надо? Не потерять ее. Не потерять то, что взял. Вы помните в свое время, Иуда, когда хороший блуд совершил с Фомарью. Можно потерять эту власть. Говорит, твоя Фомарь небеского блуда упала. Он говорит, возьмите, забейте, выговорит, и спалите ее. Спалите ее. И когда ее повели, она сказала, узнавай, чья это, перевесть, печать, и что еще, и трость. Он глянул. Мое. Вот так враг лишает власти человека. Он уже не сжег ее, перевесть, голова, мыши, глаз, и с разной стороны. Написано, прописавши числа, чего? Ума вашего. А потом потерял что? Печать. Помазание потерял. А потерял помазание, и трость власть уже не стала у него. Что? Не стало вот этого. И вы помните, то же самое было с Самсоном. Сказал, пойду, как прежде, и что? И освобожусь. А. Не знал, что Бог отступил от него. Вот проблема, у чем на сегодняшний день у нас бывает. И я просто, по некоторым пунктам, прежде чем я сегодня буду говорить на ту же самую тему, но немножко дополню что-то. Вот сегодня брат Иван говорил кому-то. Кто-то мог воспринять его, как слово от Господа. А кто-то мог воспринять, как и камень в его огород. Могло такое быть? Вы помните, в месте священного писания. Отец, когда сын попросил у него хлеба, не подаст ему что? Камень. А ведь камень и хлеб, они очень похожи бывают. Когда зрения нет, можно спутать. И не подаст ему змею вместо рыбы. Рыба тоже на змею похожа, да? Извивается так же. И не подаст крапиона вместо яйца. Помните? Я понимаю, что сегодня не бросайте мы слова в десертах, чтобы кого-то унизить. Не считайте это камнем. Но если больно коснусь, знайте, я часто повторяю эту мысль, у вас это больной вопрос. Просто нечаянно, сами того не зная, коснулись вашего больного места. Вам очень сильно заболело тогда. Понимаете, о чем я говорю? Не потому, что кто-то приготовил это. Нет. Мы сегодня как-то слушателя не собирались камнями бросать в кого-то. Я просто приведу несколько примеров. Когда-то, я когда еще только год прошел, полтора, когда я проповел. Но знаете что? Молодой есть молодой. Часто еще и речь какая-то такая. Жаргоном пользуемся. Ну все пользуемся жаргоном, и мы пользуемся жаргоном. И однажды один из братьев, значит, говорит мне, брат Николай, а тебе такое наговорили? Ты смотри, вот, если дойдет, ты не огорчайся. Сказали, вот, не то, что надо, сказали. А я и говорю ему, а они говорят, а до лампочки что они говорят? Слушай, я говорю, что ты сказал? Ну, как что сказал? Я сказал, до лампочки тебе все это. Как ты такое мог сказать? Я говорю, так вообще что? Ну, все так говорят. Ну, ты что, Боже, проповедуешь? Как ты мог такое сказать? И я то и пошитал камнем свое. Я просто вот куском хлеба. Это кусок хлеба был для меня. И я теперь стал тебе жаргоном пользоваться. Круто и так далее, и так далее. Вы знаете, как сегодня? Говорят, крутость ваша будет всем человекам близко. А вы говорите, крутость нахер будет известным всем человекам. Господь близко. Ну, да. Ну, такое бывает, как у молодежи. Знаете, этот жаргон вот такой современным хочется быть. Хочется быть безстачным и так далее, и так далее. Ну, и прошло некоторое время. Я показываю, в 71-м году. Где-то этот разговор с братом был в 72-м году. А где-то в 86-м году я уже был пастором у Барановича. И нам надо было добавить декану. Потому что где-то человек 700 была церковь уже. Ну, три декана что не могут делать? Ну, нам надо же добавить декану. Человек 100 на человек, чтобы он мог посещать их, работать с ними. В большой церкви не так, но просто. Маленькая и то проблема есть. А в большой, где тысячечная церковь сегодня, нужны декана, чтобы они работали. Ну, мы собрали. Я собрал церковный совет. Ну, давайте, братья, кого хотите. Кого вы еще ведут. Ну, и один из братьев вот этого брата, вот того, который говорил мне. Как бы мог такое отказать? Я посмотрел и говорю, слушай. Не подходит бы я тусевать человека. Не может он быть деканом. Отставка все. А после собрания, после дела он подходит и говорит, брат Николай, если бы ты соглашись, чтобы я был деканом, я бы тебя уважать перестал. Представляете? Он не воспитывает, он усвоил, говорит, как камень. Вот, ну, это норма. Он прекрасно понимал свое состояние. Говорит, я бы тебя уважать перестал еще писать, чтобы я был деканом. Слушайте, а вы, вот в этом вопросе у нас святость не стирается иногда. Когда мы еще идем и думаем, это мне, что специально для меня. Почему он меня не хочет? Я такой хороший, и так далее, и так далее. Он отказывается. Уже вся святость меркнет тогда. Об этом никто не знает. Это все скрыто во внутренности нашей. Можно свои чувства не высказывать даже. Но если такое есть, значит, все, значит, не то, что надо, но и зашло. Поэтому, когда вы слушаете это слово Господне, никогда не считайте, что кто-то для вас специально приготовил, чтобы огольчить вас, чтобы что-то сделать неприятное в вашей душе. Но, если вы свободны от этих вопросов, вы свободны больше идите, слушайте. Если, ну, ты что-то замолновал, знайте, это ваш больной вопрос. Лечиться надо. Надо лечить, если вас касается. Лечиться надо. Да, мы спасенные люди, но мы больные люди часто бывают. Слава ты сам мы. Спасенный, то спасенный. Но больной, я тоже спасенный. Но я больной. Сейчас это мои точки зрения. Вы же сказали, что я здоровый физически. Но больной есть больной. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание. Вторая деталь, которая была подмечена, со 22-го псалма. И брат говорил о том, Господь пастор мой, я не буду нуждаться. Но, если я и пойду, в долину из смертной тени, кто не убоился, а вы знаете, тогда человек проходит в долину из смертной тени, очень больно ему. Очень больно. И вот тут-то обнаруживается в нашей святой. Как мы переночим эту боль? Радость легче перелести. И в то время в нас мы сможем пойти. Радоваться не так, как надо. Должна быть радость от Духа. Это у них плотская радость. Может быть, когда-нибудь слышали, я такой пример проводил, когда приехала одна сестра из России. И я сказал за нее молиться. Ну как, я же не себе-то приписываю все. То мое такое служение. Я просто, я там иду. Смотрю, я с них стал выворачиваться. На ненормальное что-то. Приказ в Иисусе Христа. Дух кто ты? Молчит. В моем Иисусе Дух кто ты? Ты же радость я! Я буквально как-то ирод раз. Думаю, это что такое? Что-то заднее такое? Я радость. Я радость. Потом второй раз пошел. Думаю, обманываю. Потом понимаю, если имя Иисуса приказывает, он не имеет права обманывать, он должен правду говорить. И Дух сразу положит на мысли. Дух искусственной радости. Тогда, Боим Иисус Христа, ты Дух искусственной радости? Да, да, я Дух искусственной радости. Распустил улыбку. По весну отдавушаю улыбку. Как ты вошел? Когда она радовалась? И Иисус Христа в какой-то церкви была. Она была в той церкви, и на голову ходит, когда радуется. Швистят, рукоплещут, пляшут и так далее. Когда она радовалась, тогда вошел. Там по святости речь не идет никакой абсолютно. Там речь идет о нормальном служении перед Господом. Радость не сразу, но не плоская. Она от Духа Святого дается. Потому что слава и благодарение Богу. Вот смысл нашей радости. Нам не надо радости. Я тогда скажу, мне никакой такой радости не нужно. Зачем нам не нужна вообще? Почему мне нужна плоская радость? Мне нужна та радость, которая формирует Дух Святой. Как изживается из сердца. Которая приходит в эту источнику благодати Божьей. Вот та радость полноценная за свою славу и благодарение Богу. И потому сегодняшний день я просто прохожу по некоторым этим пунктам, чтобы мы сегодня понимали вот эти вещи все. Ну и что прочитаю? Раз уже речь идет о святости, то я прочитаю еще один текст Писания. Как должен святой человек? Читаю. Первый посланник Сонякинцам. Четвертая глава. С восьмого по двенадцатый стихи. Итак, непокорный, непокорный не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Себя Того. А в братолюбии, а в братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями в общей Македонии. Ну вот о чем я буду читать еще. Умоляю же вас, братья, более преуспевать. В чем? И усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Почему усердно стараться? Жить тихо не так, то просто. Когда в семье часть неверующих очень трудно жить тихо. Когда дети не подчиняются родителям, очень трудно жить тихо. Когда родители не понимают детей, очень трудно жить тихо. Вот тут что-то бунтоваться, значит, надо что делать? Усердно. Стараться. Что значит стараться? Нелегко получается. Вы знаете, вы стараетесь как бы учиться хорошо? Как это непросто было. Стараться учиться хорошо. А то надо зубрыть, зубрыть, задать, выщадишь, выщадь, да 20 раз вариантов различные используешь, никак не можешь решить, а ты стараешься. Ты же не останавливаешься на том препятствии, которое стало перед тобой. Ты делаешь. Вот здесь написано усердно стараться, чтобы жить тихо. делать свое дело. Не умешиваться в чужое дело. Когда умешиваешь туда, куда не надо, никогда не будет тихо. Согласуй со мной. Никогда не будет тихо. чтобы делать свое дело, которое тебе Бог назначил делать. Вот то и делай. Делать свое дело. И чьими руками делать? Тут написано дальше. И работать своими собственными руками. Я недавно, я этого брата не унижаю нисколько. Недавно разбирали одно дело с одним братом. В церкви пошел конфликт такой. Мы, знаете, пытались за брата, когда высушили, все его высушали. Я помню, он виноват. Виноват. И один из родителей, одна из шестерых членов той церкви, очень сильно обижался на него. Он работает где-то в городе, имеет челехон, работает сторожем всю ночь и день. Можно же здесь позвонить? Он сам не звонит. Он задает этой сестре, ты позвони, ты узнаешь, кто куда ехать будет, будет ли ехать, с кем будет, и так далее, и так далее. Ну ты же сам мог позвонить. Ну ты же сам мог позвонить. Я тоже тогда прошу, Николая Ивановича Кардаша. Звоню, звоню кому-то. Никак дозвониться не могу. Николай, ну позвони. Ну никак не могу дозвониться. Или номер изменивш, ну позвони. Учишь, слушай, я уже помоги мне. А так сам звоню. Зачем мне кого-то загружать? Зачем мне делать дело чужими руками? Вы понимаете вот этот вопрос? Зачем мне загружать человека, который может чем-то занять другим? Зачем мне загружать его? Когда я поставил это дело, я должен дозвониться. Ну и, естественно, я опять повторяю, когда я не могу дозвониться, я тоже не могу никак. Надо дозвониться, не могу никак дозвониться. Вот, пожалуйста, вот такие простые решки. Сегодня брат Иван говорил об этом. Чуть конфликт, уже не можем тогда жить тихо. Не можем жить тихо. Бон поднимается и так далее, и так далее. Поэтому я очень просил, чтобы мы обратили на это внимание. Ну и еще на что обращаю внимание. Вторая глава 1-й посланник Тимофеев. Есть очень много стоит вопросов следующих, когда читаем вторую главу. Через что люди конфликты вступают? Через что теряют мир? Через что жить не стали тихой? Но обращу внимание только на один вопрос. И так желаю 8-й стих 2-й главы 1-го посланник Тимофеев. 8-й стих. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки, без чего? Без него молитва. А вот оказывается ты молишься. С раздражением молишься. С обидой молишься. Будет такая молитва слышена или нет? Нет. Ты тебе кричи, хоть целую ночь кричи, но с гневом и сомнением ничего не будет. Это не молитва. Чтобы так же и жены приличном отеянии, со стыдющим, ну так далее. Это все разное, что бывает конфликтов в церкви. Ну сами почитайте. Я сегодня камень ваших голос бросать не замираю. Читайте сами и читайте все, что я написал. Там все написано. Поэтому я обращаю самое серьезное внимание. Чтобы мы это все приняли к сведению. Но дальше я буду развивать вот мышь какую. Все такие вопросы освящения. освящение состоит из двух этапов. Первый этап. Господи, прости мне все мои дела мною сделанные. Прости мне все дела мои, которые... И второй этап. Освободи меня от этих корней, которые меня увлекут. вы знаете, что есть разница. Я немножко расскажу вам об этом. Раз что уже где дальнего времени много, это много нужно занимать не будет, но тем не менее, хочу вести к корей дела. Есть разница между грехом и соделанным грехом. Помните место написания? Якова написана. Похо дже зачавши рождает грех, а соделанный грех рождает смерть тогда. Соделанный грех или преступление, или беззаконие, это эквивалент одного и тоже. А грех это то, что внутренне живет, что никто не знает. Потому что как образуется похоть зачавши рождает грех? Откуда берут эта похоть? Или пожелание? Похотение и пожелание это одно и то же самое слово. Вот и от Марта написано. И всякие пожелания, входя в них, заглушают слово. Оно должно быть бесплодным. Откуда берутся эти похоти? Снаружи. Они снаружи проходят. Снаружи проходят. И такие люди живут по воле князя господ ушел в воздухе. Духа действуют в сынах противника. Так образуется взрыв сам. Есть желание у нас внутреннее. Это не групповное желание, которое у нас есть. А уже по желанию, с чьей желанием то же самое. Напад заодно на другое, человек становится рабом этого желания. Я вам приведу пример, фричистский пример. Однажды я сижу, и об этом тоже не один раз говорил, когда тут всем рассказывают, очень просто понимают когда люди, когда доступные языком говорили. Я сижу на компьютере, у меня компьютерная библия есть, назад у меня рабочая, она у меня набрана, я с папки светил, ну как эта библия у меня, вот видите, у меня тут вот, она и сам ее сделала, тут краска написана, это мои вещи сюда написаны, я открываю, я знаю уже, не вчера я на этой вещи. Я сижу за компьютером работаю, в библии, жена мне говорит, Коля, пошли кушать. Я говорю, я не хочу, ну не хочу, я работаю, я не хочу, ну пошли, ну что ты в самом деле, мы где-то покушаем часов в день, же три часа, ну пошли кушать, ну не хочу, светлый, ну не хочу, я кушаю. Ну говорю, ты через час захочешь. А вот он меня опять на стул встал, опять в рейтинге, пошли. я собираюсь, зашел на кухню, глянул, хотя ты так пожарное хорошо, захотел и стал. Початнул носом, захотел и съесть. Сел, покушал, ну слушай, добавлю еще, вот ты даешь. Кто говорил, не хочу, а теперь добавлю еще. А вот аппетит приходит в огонь еды. Откуда пришло это желание есть? Я его правил, что хотел обманывать или не обманывал? Не обманывал, оно пришло снаружи, ну что что? А то никакой не грейм, а то ни что так уедут. Я тоже написал, как это происходит, все в жизни. А когда глянул, в глаза проникая, дьявол, он не живет на снаружи действует. Потом потянул носом, вы знаете, едете где-нибудь голодные, около стола приносит, сады неч, в два раза больше хочется. В общем, все есть. обманывание работает. Работает, слух работает. Пошли кушать, я тебе приготовил, уже в воображении что-то нарисовал, потом, когда взял, захочу, начать, говорю, давай еще. вот так образуется грех. Но, мы должны планировать нашего Господа, что у нас есть действие крови Христа для освящения. Когда ты сделал что-то. Правда, грех и садебный грех, есть разница большая. Но есть такое место еще, которое будет так, что грех есть беззаконие. Почему? Я говорю, грех, это не беззаконие. А прямо здесь написано, что грех есть беззаконие. Как вам так понять? Грех и садебный грех, это две разные вещи. Это две разные вещи. Подлияние внутреннего желания я сделал. закон. Закон переступил. Или, допустим, преступление. Беззаконие. Переступил закон. Почему грех есть беззаконие? Я сейчас скажу вам, почему. Ты сделал беззаконие, допустил, через глаза его войти сюда. Вот в чем беззаконие. Не было бы беззакония, не было бы и греха. Подли меня хорошо, что мне не дурить. Пожалуйста, не путай эти два. Грех есть беззаконие и все. Беззаконие и беззаконие. А грех это внутреннее желание. Это похоти, которая внутренне есть будет. Поэтому, когда мы обращаемся к Господу, за что славу и благородение Богу, что Он дал нам такую путь, просим, Господи, прости мне все мои беззакония. Мы сейчас называем грехом, и в смешной греху мы беззаконие понимаем все-таки. Прости, Господь прощает. Но, прости, что ты остается и что внутри что-то. Согласитесь с вами, что остается. Остается. Потому что у меня брат говорил, святой, пусть и что? Что делает? Если я святой, а чего мне освящаться? Да, я святой, через кровь Христа святой. Может быть, напомню, одно такое странное место, что что-то писать. Не странное, а странное проповедь, может быть, может быть, странные люди считают. Вы помните, что кровь Христа была пролита дважды? Кровь Христа была пролита дважды. Один раз, когда до конца. Помните, как червеная нестекала. Потом он умер, пришли перебивать воли, они Христос мертвый. И что? Воины делал? Он прорезил капли. И что было? Зачем два раза кровь проливать? Что? Вещина была первая? Ага. Зачем проливать? Сказал, совершилось. Совершено спасение. А уже спасено, чтобы сохранить, надо, чтобы кровь Христа текла не прореза над ним. Это Господь Отец смотрит на нас, и что скульпсиста как бы не видит того, кто у нас остался, за что благодарение Богу. Вот это вечерам спасения. У нас есть возможность молиться о том, Господи, удали мое раздражение из меня. Кто из вас войны скажет, что раздражение никогда не бывает? Единицы наверно. Наверное немало. Наверное немало, да? А успешивая бывает часто. Но наверное немало. А может и я все. А вот все есть. Мы часто даем это не делаем греха, слава Богу. Мы победители. Но Бог же есть. А это корни убирает. Я вам скажу одного из братьев, которое он мне передал, очень прекрасно передал. Раздражение, покаялся, все нормально, а раздражение прищедует, 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 прищедует. Господь говорит ему однажды молись, чтобы я убрал этот корот твой из сердца. Где ты молишься года три, постоянно каждый день, как что жена сказала, не так раздражение, не так раздражение. И однажды мне снится сон. кто-то взял и что-то раз и отбросил от меня, что-то чуждо раз и встал на кухню, ну а жена как жена, что-то пухнуло ему, смотрю, я испохотаюсь, раздражение. А вот жду обеда, пришел опять, опять что-то, чечи кто-то сделал, опять раздражение нету, слава Богу. Слава Богу. Понимаете, мы с тем, кто-то несогласный может быть, но без раздражения должен быть несогласный, а с раздражением несогласный, это уже порог, понимаете, о чем я говорю? Или, допустим, обижает кто-то, и я же не могу согласиться, что обо мне говорят, я тогда и не обижаюсь, когда у меня обиды нету. Ну, сказали, да сказали, я не согласен с вами, но и обижаться не обижаюсь, и раздражаться не раздражаюсь, почему? А сейчас что не произошло? Если бы круг Христа не омывало, вот есть такое бесшесточное написание, значит, если ходим по свете, подобно, как он, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь, и Иисуса, и Сына Его, очищает нас от шагу греха. Скажи, есть разница? Очистила, и очищает, и очищает. Очищает постоянно. 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 Слава Богу, благодарим мне Богу. Очищает, очищает нас от шагу греха. Слава Богу, можно дарили за это. Почему я об этом сегодня напомнил? Очень часто, когда люди дьявол мишлями забивают, эти похоти различные вроде всех, человек старается, не проявляется в жизни, а дьявол его забивает. Ты, вот, пиццемер. Ты обманешься. Если бы люди знали, что у тебя дел, что ты думаешь, они никогда с тобой дела не имели. Ты погибший, тебе никакого спасения нету. Но оно есть, ты же не делаешь. Понимаете, о чем я говорю? Ты же не делаешь его. Ты же воюешь с ним, за что слава, благодаря Богу, что Бог дал эту возможность воевать за это. Почему? Кровь Христа бывает. Если бы крови Христа не было, Отец никогда не привел нас такими, какие они есть. Ты же покажешься. Но ты же не освободишься. Почему? Не знаю. Почему нас часто преследует грех? Почему часто проблемы вложить? Не знаю, почему. Каждая своя причина на это. Но тем не менее, есть. Но мы еще не должны благодарить Бога, что кровь Христа очищает нас от всякого греха. И однажды придет конец всякому греху. Когда мы умолим Господа, тогда побольше перед Ним хорошо. И Бог отнимет все это. Я просто второй пример провожу. Со словом очень много примера. Как Бог меня часто характер взяли. Ну, первый пример я вам скажу, когда меня избрали в Москву ехать. Мне так не хотелось туда ехать, чтобы вы туда знали. Расскажите, о чем в Москве. Я-то знаю. Ну, когда избрали, у нас еще был Советский Союз, избрали, значит, туда служителем, заместителем Епископа по СНГ. по всему Советскому Союзу. И когда я здесь в Минске был, я был старшим не по области, а по общей Белоруссии был старшим, епископом по Белоруссии. Потом избрать я туда пошел. И когда туда избрать, значит, что для меня что в гроб лечь было, что ехать туда. Как не могу? Ну, не могу и все. День за днем прибежать, ехать надо. Не могу и все. Два месяца, Господи, ну, не могу. Я не хочу туда. Я не хочу, не хочу, не хочу. Ну, да будет воля твоя. И однажды, я помню, как-то настолько, что меня мучил этот вопрос, я как-то отвлекся на другие мысли. Возвращай той самой первой. Все, я готов. Готов ехать. Все. Ну, как-то могло произойти. Ну, буквально за минуту, за две. Просто я отключил на другие мысли, если бы и Бог делать первое. Все. Я готов ехать. Хоть в Америку готов ехать. Нормально все. Ну, как такое может быть? По-сторожному, это невозможно. Меня и убедить никто не мог. Ну, оставлять свое. Ехать без места куда? Жить там на квартире. Ну, кому хочется такое? А тут же готов ехать. Потом был второй случай. Я просто говорю о том, как Бог меня, как Бог очищает сердце человека. Я никогда не был завистливым. И когда мне говорили, что такое завидовать? Не понимаю. Ну, что такое завидовать? Мне говорят, ну, у кого-то что-то есть, у тебя нету. Ну, что, что у меня нету? Ну, пусть. Не понимаю, что такое завидовать. Он говорит, ну, не понимает, как это завидовать. И вдруг, однажды нападает на меня зависть. Спать не могу. День, в ночь, одно и то же в голове ходит, что-то не надо. Что-то, 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 вот два этапа. Первое, дела прошены. Если дела не прошены, закрыты дверки сердца. А когда дела Бог просил все, слава Богу, значит, Бог пролик в сердце, начинает делать свою работу, освещает нас. Но для этого, что надо? Я читаю еще один текст писания. Жаждущие. Идите все к водам. Благодать Господне написано. И появилась благодать Божия. Спасительность девушек. Что она делает? Научающая нас, чтобы мы правильно и челобуданно жили в нынешнем веке. Она меня учит. А я учиться не хочу. Скажите, будет результаты бедить, если я не хочу учиться? Не будет? Ну, скажут. Да благодать же явилась. Ну, явилась, но она учит. Ты же ей подчиняйся. Ты же делай то, что она тебе требует. Она тебе дает совет это благодать. А если я не учусь? Ну, все. Отступник. Может, отступил от чего-то и так далее, и так далее. Жаждущие, идите всех к водам. Даже и вы, у которых нет червя. Идите. Покупайте. И ешьте. Идите. Покупайте. Печте ровно. И без платы. И но и молоко. Ну, как это покупать? Ну, надо что-то платить. И Господь нам даром что дает. Правда, даром. А второе место Писания говорит. Помните, вот Калиняна. Одну из церквей, что написано? Купи, 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 купи. Как купи? За что купи? Тут написано, покупайте без штробра, без золота. Время поменяйся в молитве, чтобы выжать это. Что такое купить? Это обменять одно на другое. Мы сегодня деньги меняем на колбасу, на хлеб, да? А здесь, чтобы купить, надо же на коленях постоять. Надо же поменять время работы, на время церкви прийти, помолиться. Просто это будет иметь значение большое. Я помню, когда-то, когда у нас же, вы знаете, есть несколько дней, когда мы собираем нашу область быстрее для молитвы пастырской. Ну, однажды эта молитва была в Драгичине у нас. Я уже не помню, какой год. Другие года три назад было. Ну, один из братцев звонит. От вас отсюда. Не могу, наш огурцы, все это самое. Ну, там нужно с ним уже не заставить, не могу. Другой звонит тоже. Ну, не могу. Едем мы домой, уже после молитвы. Одна сейчас звонит по телефону. Наши мобильники сейчас, Боже, все заставят. Слушайте, что у вас там было? Господь сказал, кто не послушен, это будет ущерб иметь. Это будет проверка была? Что тебе дороже? Понимаете меня хорошо, а? Когда у нас праздничий день воскресный, мы же ничего не теряем, мы только поработаем. А если бы сделать это путничий день, помолиться день, вам надо было отказаться, у вас работа стоит. Это мы не государство, может, своя. Вот тут же стоял бы вопрос, что у вас дороже, молитву побыть в церкви или я народ свой. Все? И тут очень серьезный вопрос стоит в этом разрезе. Что тебе дороже? Поэтому я обращаю на то самое пристальное внимание. И дальше, что Господь говорит еще? Что мешает нам получать от Господа то, что мы хотим получить? Иван Геод Матфея, 11 глава. То есть, я даю вам власть, но вы не можете потерять из-за несовершенства характера. Вот. Не приобрести, потому что не положили усилия определенного. Я думаю, что потери будут. Придите ко мне все труждающиеся и обремленные, и я успокою вас. Вот пришли. 30-40 лет уже. А покой есть? Наверное, где-то есть, а где-то и нет. Где-то есть, а где-то нет. Почему? Что-то слово Божие неверное. И там написано, придите ко мне все труждающиеся и обремленные. Я успокою вас. Возьмите иглобое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток, и что? И шкиротки. И тогда что будет? Мой душу. Вот, когда найдете покой и душу. А покуда бунтары, покуда с вами поговорить нельзя, подсказать нельзя, что не так. Какой покой может быть? Какой покой может быть душам тогда? Сташ нас не спасен, братья и сестры. И труд наш не спасет нас. Это вообще надо. Без труда ничего не будет. Но характер наш должен измениться. Звучит отношения друг с другом наладятся. Вот труда спасенные. Вы помните? Господи, Господи, не от твоего имени мы прочествовали. И не твоим именем бесов изгоняли. Не твоим именем чудеса творили. А я что, скажу им? Понимаете? Вот Бог дает дар. С одной стороны учитывается и святость, и действие. А с другой стороны дар нужно для всю церковь провести в совершенство. И для кого-то этот дар действует через меня. Он получает пользу. А я сам никакой. Вот тогда и беда может быть в конце концов. Понимаете, о чем я говорю? И вот тут вопрос стоит. Я помню, недавно разбирал один конфликт. В Пинском районе. Короче говоря, муж потерял жену, умерла. Жена потеряла мужа. Ну, расширили, сочетали. Вышли замуж, жалились. Шесть полгода доходит дело до развода. Представляете, какое письмо такое. Ну, знаете что. Поехали мы разбираться туда. Ну, там этот брат был, я не знаю, что за брат. На пастора такое наговаривал, такую грасть. Ну, ладно, слушаем, слушаем. И он говорит мне, да я же со своей женой без одного года 50 лет прожил. 50 лет, без одного дня, почти так хорошо. А жена говорит, а я со своим мужем почти 30 лет прожила. И я выслушал их, сказал, что вы ни шему не научились. Вы провалили экзамен, двойку получили. Ты за 50 лет не научился, как жить с женой? Жена там была не виновата. Он был более, и пьянство у него было подсказано, он возмущался, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, 50 лет. Я, правда, сказал, если ты так себе вел, как теперь ведешь, то жене твоей надо памятник поставить, что она тебе выдержала 50 лет. Это памятник ей надо поставить за это. А ты хвалишься чем? Ей надо, а тебе что хвалишь? 50 лет? Не научился уважать жену? А что мы говорим тогда? Чтобы тогда вся эта жизнь была? Чтобы тогда не научились? Хотя, вообще, жена не виноват. Я же еще раз повторяю. Ну, конфликт получился. Поэтому я обращаю внимание на это. Святость. Бог учит нас, как жить надо, и уводит трудности большие. И в этих тяжелых трудностях открывается наш характер. И они будут в нашей жизни. Я просто повторю то, что я не один раз повторял, когда другие темы излагал проповеди. Меня особенно как-то удивило. Не то, что удивило, а непонятным был вот этот момент, когда Иисус Христос молился в Гевшебанском саду. И говорил, «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия. Господи, ну-ка, очень новая такая молитва была. Сказать, что не подчинялся отцу, не любил отца, потому что еруч уже будет. Сказать, что нас не любил, мне скажешь тоже, ради нас он пришел. Ну почему? Почему он так молился? И Господь говорит, в жизни всякого человека, независимо от его духовного возраста, независимо от твоего пола, всегда будут трудные времена, которые ему радости не принесут, а только бурю причинят. только бурю причинят. И тогда будет очень видно хорошо, что тебе больше всего надо, исполнить волю Божьей, каким-то образом эту боль удалить. Но Христос сказал, «О, духовный возраст, как мы не были служителями, а если болит, то болит». Никого на радость не доставляет болит. Болит, сильно болит. Вы помните, Христос на кресте тоже однажды пришлось, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил». Что он упрок Богу послал? Нет. Что он смучился, не знал, для чего оставил? Тоже нет. Это была боль сильная. Вот, Господи, отец болит, и вот, что она болит. Болит сильно, болит. И у нас такое будет. Болит, Господи, болит. Сильно болит. И может быть, Господи, «Почему ты меня не слышишь? Почему ты меня...» Ну, здесь не в том стоит вопрос, «Почему ты меня не слышишь? Почему ты меня наказал еще что-то?» Господи, больно! Шлифовка характера. Вы понимаете, о чем я веду речь? Чтобы вы никогда не думали, если болит, я сам пережил эту боль. И почка, когда болела, ну, просто напомню, когда взяли в больницу, да, было такое что-то страшное. Я помню, сознание потеряло от боли. Пошел вместе с тысом, одиноче стал их собирать, забирать эту почку. Пошел туда, чтобы укол дало безбачивую, дошел до этого, и там, где носи, со знамени потерял. Как с боли. Но я зато понял, как оно возвращается назад, в цепь. Уже это знаю. Потому что, конечно, слава – благодарение Богу. Но благодарю Богу, никогда ропаться не было, обидно на Бога. Вот это я уже не знаю, как это получилось. Почему я Бога не упрыгал? Не знаю. Но тем не менее, очень больно, очень. И потому вот эти боли, и духовные, и челесные, они могут быть в нашей жизни. Но пусть никто из вас не возрождает никогда. в таких случаях открывается наш характер. Не тогда, когда нам хорошо открываться, а когда нам плохо. Он тогда открывается наш характер. На что мы способны. Пусть Господь благословит нас. И я просто почитаю еще один текст Писания. Я уже возвращаюсь к первоначальному теме. Власть нам дана. Седаю вам власть. Читаю еще один текст Писания. Лука 16, 18, 20 стихий. Уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать земель. И если что смертоносное выпить, не повредит им. Возвожат руки на больных, и они будут здоровы. Скажите, это власть? Власть. Власть. Без этой власти дьявол не боится наших формул. Он не боится нашего крика. Он боится присутствия силы Божьей власти. Вот чего он боится. В Порусейхнижеке учили очень хорошо все. Законы учились. Но там был, помните, одержимый все время в синагоге был. А когда Иисус вошел в саду закричал. Что тебе до нас? Ты пришел сюда раньше времени учить нас. Помните, если что? Власть. Но читаю еще один текст писания. Когда мы теряем эту власть? Почему часто не можем ей воспользоваться? Если даже взяли. Вы помните место писать, когда говорит так. Порочествуй по мере чего? Меры веры разные у нас бывают. Почему? Я читаю. Первое послание Иоанна. Третья глава. С 24 по 23 стихи. Возлюбленные, если сердце наше не обсуждает нас, то мы имеем дерзновение в Бог. Вера дерзновение в Бог. Когда? Если сердце наше не обсуждает. А если осуждает будет дерзновение к Богу? Не будет. Речь идет о практической вере. И есть вера спасительная, которая не зависит от наших дел. мы пришли к Господу, поверили, что он умер за все враги наши. И что мы не наделали, исповедовали враги наши, Господь прощается, что слава Богу и благодарение. А хочется, что это практическая вера. Как ты живешь? Святость. Сегодня брат Ивана говорил очень много всякостей. Я просто напомню, я не один раз тоже говорил эту правду. Есть вера евангельская. Есть такая вера? Вера Божия есть. Вера мертвая. Вера живая. И вы знаете, что вера есть? Какая? Какая действующая? И что какая? Ну давайте думайте. Святейшая вера что есть. на святейшей веры. И как раз то вера в Моисе была. К одному удару скалу потекла вода. А вера же есть. Но это была не святейшая вера. И Господь сказал всем, а благами живными ты не сможешь пользоваться. На сегодняшний непрочистом ни вселенней веры не святейшая она обкрадена. Нет удержания. Что? кто и у нас слышит меня? и не слышит. Вы только посчитайте вот имя священное писание я и посчитаю что-то. Полностью. Возлюбленные. Если сердце наше не суждает нас, то мы имеем державение к Богу. И что они попроще получивают него? Потому что соблюдаем заповеди его. И делаем что? Как вы думаете? гармонирует с нашим знанием прошлого или не гармонирует? А ты не обращай внимания на дела что-то ты вверх. А эта вера от чего зависит. И что надо читать? Слушайте внимательно. Можете проверять. Я не выдумал чего-нибудь. Я думаю это написано. Это не прав рассказал. Это не я выдумал. Это священное писание. Слушайте с чем связана вера наша? мои любимые если сердце наше не осуждает нас то мы имеем дознавение к Богу. И чего не попросим получим от него потому что соблюдаем заповеди его и делаем доводное перед ним. А если не делаем не соблюдаем заповеди то что будет? Получим или не получим? А вот к сожалению не получим. Хотелось быть. Верно и все. Оказывается святейшая вера. Я просто напомню вам. Что мне может меня слышат когда-то может не напомню что Павел не получил здоровье. Трижды молил Господа о Господе он знал почему? Чтобы я не превозначился гордой где-то была еще. Нет Павел стоп. если я дам здоровья ты пойдешь. Мне этого не надо. Святейшая вера. Павел в себе святейшая вера. Его сам признал же. Он же сам сказал. Чтобы я не превозначился что звучали все откровения дано мне жалоб твой ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозначился. И Бог строит у нас святейшую вера. Хочет святейшая вера. Если мы что-то не получили знаете это не просто не потому что Бог не слышит не потому что Бог не может есть причина в нас. Какая не знаю какая. Не могу понять какая. Но помните что Павел говорит советов Чимофею? Как аж скоп от дяди не говорите что неверие не говорите так. Когда Чимофей болел желудком я думаю он прошел Павел рады был Павел но нога други больные исцелялись одержимые освобождались почему не помолишься за него? Помоли за меня Павел в желудок молит Павел помолился еще не получается я не думаю что Павел отказался и поэтому остался Чимофей больной молился помолился молился и сказал в нас Тимофей ничего не получается лечись таблетками лечись таблетками и не думаешь что что-то нервис или что-то такое лечись Трофима тоже оставил Павел больного у милиции он не стесняться согласись об этом я оставил Трофима больного у милиции это не волнует меня я помолился не получается вера была но Бог не дал что я могу дать ничего не дал оставил Трофима больного у милиции там написано может у Трофима не было вера не было не знаю может больная была другая потому что надо и в этом вопросе иметь четкость и ясность путь Господь поможет нам стремиться к святости где будет святость где не будет нарушения Слова Божия исполнения воли его там враг не сможет обокрасть нашу веру как только совесть осуждать нас мы не можем иметь верновение у веры может вот тут твердать что могу я не знаю но вот тут написано так если совесть наша не осуждает нас то мы имеем а если осуждать имеем ну ясно обратно пусть рассуждение дайте но не имеем знать что у меня в Боге или у ком-то у нас самих бывает вина вот это поэтому я бы очень хотел бы чтобы мы взяли эту власть может быть я даю ее вам каждому по мере может быть каждому на свое служение но наступать на всякую вражу на всякой грех Бог дает власть эту это необходимо для всех нас поэтому путь Господь надо благословить мы сегодня поняли почему мы не можем пользоваться всеми этими дарами веры мы считаем он не погиб он ездит на горе подражение вместе с спащен а уже на земле не мог дошел до границы стал летит и говорит вон Господи битом на земля позволь мне войти мне Господи даже не говорил об этом вы не явили святости мои бог бог не снял служение на святости он вел свой народ и терпел много и страдал но сказал ну вот твой уровень не можешь ты больше не можешь больше и все поэтому когда Господи в наши колени давайте попрощим Господа прощения за все может быть еще что-то обнаружили в себе еще оказались виноваты почему Священное Писание говорит вникай в себя и в учение Сафония говорит такие слова ищедуйте себя внимательно народ необузданный почему все внимательно чтобы найти что покаяться надо вы нигде не найдете что Бог говорил не исчедуйте себя исследуйте покалить попрощение прошения но что надо помнить если мы исповедуем грехи наши то Он будучи верен и праведен просит нам грехи наши и очищит нас вся эта правда это да и аминь я помню однажды когда молились одного объясноватого и задаю его по имени иисус почему ты не оставляешь его почему многие христиане страдают а он отвечает а эти христиане не знают что при исповедании когда они смотрят то круг истан бывает потому мы ими путь они не знают что не знают может слышали но не принимают это сердце а это надо применять сердце потом я когда говорю проповеди я не копаю яму я копаю глубоко но вы знаете что что такое колодец это сначала яма глубже а потом вода пошла это уже колодец когда мы обличаем то вроде яму копаем а когда говорим о покаянии то живая вода колодец потому мы не яму копать кому то для тех кто нас слушает то хотим чтобы у вас было понимание чтобы был правильный путь освобождения правильное развитие жизни вашей духовной а все начинается с глубокого покаяния нашу славу благодаря Него давайте заходим колени поблагодаря Господь за что все вошли попрощение в Него и пусть милость Господня наполняет наши сердца слоня колени Боже великий и праведный мы хотим прежде всего низко склониться перед Тобою и поблагодарить Тебя за спасение которое Ты совершил на Голковском кресте и которое и в наше время не потерало своего значения и своей силы и мы благодарны Тебя за то что и Ты нас бывших грешников язычников соделал Твоим народом и мы сегодня являемся частью тела Твоего мы являемся церковью Твоей в которой живет Дух Святой благодарны Тебе и за Слово жизни и за Дух Святой который открывает эти глубины слова который дает ту книжку которая нам так необходима особенно в последнее время Господь и мы сегодня благодарим Тебя за это Слово жизни которое прозвучало для наших сердечек чтобы открылись наши глаза чтобы вы Господь не были порабошены никаким нас не смущают никакие жизненные обстоятельства чтобы мы не думали что скорбь это наказание что скорбь это Господь гнил Твоей Господь но Ты шлифуешь нас Ты очищаешь нас Господь поэтому чтобы с нами не случилось будущее время будут для радости чтобы вы благодарили Тебя чтобы мы знали что всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит от Тебя не от нас не от людей не от людей этого мира но от Тебя чтобы мы благодарили Тебя Господь слава Тебе и благодарение чтобы когда придут трудности и скорбь чтобы мы также были благодарны Тебе за то что Ты употребляешь эти лекарства и то чтобы излечились наши души чтобы мы стали свободными Господь благодарим Тебя что Ты растешь нашу мир что Ты предлагаешь нам свою святую власть и силу она нам так нужна в это последнее время когда демонический мир ополчается больше и больше когда в церкви входит грех когда мы часто запутываемся в собственных поступках в собственных делах Господь ему прости нас если мы где-то делали не то что надо если где-то что-то не понимали прости о мой и от жизни Твоей святой крови если кого-то мучает давний грех если он сражается мучается он не проявляется в жизни но томит сердце Господь но также проспит Твои святые руки и удали эти корни греха удали Господь эти похоти пусть они уйдут во внешний мир оттуда откуда они прошли через глаза через уши через обоняние через другие пути общения которые мы имеем с этим внешним миром Господь и прости нас за то что мы не бодрствовали за то что сделали это без заход и допустили через глаза через уши ради что рода похоти Господь прости и освободи нас от них мы хотим иметь успешную жизнь мы хотим быть свесом Твоим мы хотим Господь привлекать людей к спасению и быть Твоими свидетелями через действие Твоего Святого Духа через власть Твою через Твою победу которую Ты даровал нам на Голковском кресте Господь потом дай нам воспользоваться плодами Твоей победы дай Твое освящение и пусть Твоя святая рука проскроться на сердце каждого из нас Господь пусть милость Твоя сопровождает нас в нашей жизни Господь Ты знаешь все наши проблемы и наши трудности особенно Господь Ты знаешь те щемьи которые не полностью преданы Тебе где есть часть тех которые не служат Тебе которые не желают служить Тебе я знаю как томятся наши братья и сестры которые переживают эти сильные притеснения от Своей щемель Господь но Ты знай им Твою силу чтобы устоять чтобы в этих трудностях они явили Твои щемель чтобы Господь те которые сражаются против них видели их правоту видели Господь достоинство которые Ты вложил в их сердца Господь и конечно Господь и смели те души которые буйные которые хотят подчинить Тебе и мы их благословляем Твоим святым именем мы хотим чтобы они были спасены мы хотим чтобы они стали в один строй с нами поэтому Господь возвратите отступников которые отступили от Тебя дай Господь милость Твою для наших мужей неверших для наших жен которые не знают Тебя для наших детей которые сегодня буйствуют Господь дай им Твое спасение и наполни эту церковь новыми людьми Господь и я благодарю Тебя что вижу эту церковь как молодую Господь как здесь прогладает молодежь за что слабость и неблагодарение но сохранить в это трудное время от зла израста сегодня так трудно им Господь так непросто Господь сохранить их сахи Твою Благослову имени удали от них все искушения все эти трудности и проблемы которые вырастают на их пути дай им победную жизнь дай им Господь устройство в их личной жизни и еще я Господь прошу во имя Твоей славы Господь гласит так же это усиление высокое ты знаешь каждого человека который живет здесь ты знаешь его адрес дорогой Господь защитив честновидение дай им твои управления удали из этого усиления всякого рода болезни самоубийство пьянство оккультизм Господь пусть он будет удален и пусть эти цепи зла упадут под влиянием твоей силы под действием твоего святого слова которое так сильно и могущественно должно действовать через твой народ подву Господь блас тебе это поселение дай им милость и умножь их многократно и пусть твоя святая любовь будет знамя над каждым из них Господь блас святого брата Ивана дай ему еще большее помазание дай ему еще большее знамя дай ему еще большую власть и все так Господь я прошу во имя Твое и для Твоей славы а теперь Господь мы благодарим тебе за то собрание благодарим тебе за общение которые имели друг с другом и с тобою и пусть твоя сверта любовь повередет нас в дальний жизненный путь пусть тебе за все будет вечная и субтитры Богу Али